Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Парламентский вестник» в студии Улуби и Арбалатов. 31 мая в Махачкале состоялась 23-я сессия Народного собрания Республики Дагестан. Открыл и вел ее спикер Дагестанского парламента Хизри Шихсаидов. В работе сессии принимали участие в Рио главы Дагестана Владимир Васильев, депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Гаджимет Сафаралиев и Юрий Левицкий. Предваряя рассмотрение вопросов сессии, спикер Дагестанского парламента предоставил слово члену Комитета Государственной думы по образованию и науке Гаджимету Сафаралиеву. После обсуждения поправок к Федеральному закону об образовании у части населения возникли вопросы. Некоторые считают, что они касаются запрета изучения национальных языков. Об этом, в частности, пишут и в социальных сетях. Поэтому я бы хотел, чтобы Гаджимет Керимович разъяснил, как обстоят дела, отметил Хизри Шихсаидов. Гаджимет Сафаралиев в своем выступлении сказал, что некоторые путают государственный язык Республики в составе Российской Федерации с родными языками. Он подчеркнул, что родные языки как изучались, так и будут изучаться. А законопроект, наоборот, создает дополнительные возможности для сохранения и развития этих языков. Тем более, что Россия подписала конвенцию по сохранению и развитию родных языков, подчеркнул он. Хизри Шихсаидов поблагодарил Гаджимета Сафаралиева за предоставленную информацию и пригласил всех желающих принять участие в публичных слушаниях по данному вопросу, которые состоятся в начале июня в парламенте Республики. Затем выступили представители парламентских фракций. От фракции КПРФ выступил Курбан Габибов, который поднял вопрос о совершенствовании деятельности государственных унитарных предприятий ГУПов. Депутат считает, что образованные в 90-е годы государственные унитарные предприятия не отвечают современным требованиям. Многие из них являются убыточными. Он предложил правительству рассмотреть возможность их реорганизации, изменив форму управления. Неиспользуемые ими земли передать населению для пользования. Депутат этой же фракции Марат Асланов затронул тему преподавания родных языков в школах Республики Дагестан. По его мнению, изучению родных языков препятствует нехватка качественных учебников и преподавателей. Он предложил правительству обратить внимание на эту проблему. Марат Алияров, представляющий фракцию «Справедливая Россия», внес предложение создать отдельную структуру в органах исполнительной власти Республики Дагестан по вопросам архитектуры и градостроительства. Единоросс Мухудин Мухудинов посвятил свое выступление состоянию жилищно-коммунального хозяйства в Республике Дагестан. Изношенность инженерно-технических коммуникаций приводит к большим потерям и ухудшению качества предоставляемых услуг населению. Имеются места и приписки в газо- и энергоснабжающих организациях. Депутат предлагает правительству провести инвентаризацию отрасли с тем, чтобы выявить болевые точки и работать над их устранением. Выступление представителей парламентских фракций прокомментировал в Рио главы Республики Дагестан Владимир Васильев. Нам очень нужно увеличить собираемость налогов. От этого зависит все. Ваш авторитет, наш авторитет, а самое главное уровень жизни людей. Вот те задачи, которые вы поставили, выступления были развернутыми. Их не надо комментировать. Все это понятно. И еще много проблем. Тоже не буду вас занимать. Вы это все знаете. Я вам приведу один пример. Вчера разговаривал с руководством нашего города. Они просят 150 миллионов, потому что не успевают обрабатывать, вывозить твердые бытовые отходы. Нужно закупить машины, нужно закупить бачки, нужно наладить систему. Впереди сейчас количество мусора увеличится сезонно. Нам нужно реагировать. Я спрашиваю, а деньги есть? Денег нет. И выступление, которое сейчас звучало, нам называли, какие деньги мы можем получить. Помните, да? Сколько мы можем собрать? А собираем половину. Наш докладчик привел пример. А в этой аудитории, за что я вам очень признателен, и что было политической поддержкой того курса, который я сейчас реализую как глава и несу за это ответственность, это наступление на киневую экономику. Руководитель налоговой нашей службы говорит, поговорите, пожалуйста, с парламентом. Поговорите с руководством. Очень многие налоговые поступления могут быть в бюджете, если руководители отнесутся к этому ответственны. Сами. Поговорят с теми, на кого имеют влияние. Вот вчера мы собирались с производителями кирпича. У нас там пришло, по-моему, четыре всего кирпичных завода, которые стоят стационарно. Сколько у нас, по-разному их называют, полевые, там разные. Вы это все видите, знаете. Какие налоги поступают, тоже знаете. Экология нарушается. Дошло до того, что полеты иногда затрудняются от того, что в открытом обожженный кирпич парит под дождем, создает облака. Это все мы с вами все вместе. Кто-то подольше, кто-то поменьше. А кто-то к этому имеет отношение. Давайте останавливаться. Мы говорим одно, а живем по-другому. У нас власти все возглавили, руководители, сформированы. Мы сможем это сделать. И представители власти у нас. В зале присутствуют и судебные, и надзорные инстанции. Все сформировано. Нам больше не на что кивать. Мы должны обеспечить надлежащее правовое поле в нашей республике. Всего лишь. И выйти на те показатели, которые сегодня характеризуют среднероссийские. Далее депутаты рассмотрели вопросы повестки дня. Всего на сессию было вынесено 22 вопроса. Состоялся правительственный час, который был посвящен результатам достижения целевых показателей, установленных указом президента Российской Федерации, от 7 мая 2012 года. С докладом на эту тему выступил первый заместитель председателя правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов. Он рассказал о результатах проделанной работы. Как отметил первый вице-премьер, идя на встречу по желаниям депутатов, был выборочно проведен мониторинг в муниципальных образованиях, с тем, чтобы выявить уровень заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии с майскими указами. Анатолий Карибов также отметил, что в целом по республике целевые показатели достигнуты. Имеются еще недочеты в повышении заработной платы работникам дошкольного образования, над которыми предстоит поработать. В обсуждении доклада приняли участие депутаты Марат Асланов, Мурзадин Авезов, Нариман Асваров, Фекрет Раджабов, Сефер Алиев. Депутатов, в частности, интересовало, почему в некоторых муниципальных образованиях педагоги и медицинские работники не ощутили повышение заработной платы и какова методика ее начисления. С докладом выступила заместитель председателя парламента Елена Ельникова. Она обратила внимание на имеющиеся факты перекосов начислений заработной платы и стимулирующих выплат в некоторых медицинских учреждениях. В сфере дошкольного и школьного образования также есть несоответствие с статистическим данным. Для того, чтобы довести заработную плату до необходимых индикаторов, необходимо разработать реальную систему мер контроля. В премиях по докладу выступил заместитель председателя комитета по образованию, науке и культуре Гамедлах Магомедов. Депутат отметил, что переход на стимулирующие выплаты педагогам и медицинским работникам, а также подушевое финансирование образовательных учреждений не улучшили ситуацию с повышением заработной платы в этих сферах. Особенно это касается сельской местности. Он предложил создать рабочую группу, а профильному комитету с привлечением финансистов рассмотреть возможность увеличения базового оклада учителей до 80%. Хизрешик Саидов, подводя итог обсуждения, отметил, что в такой ситуации, когда республика находится на предпоследнем месте по заработной плате среди субъектов Российской Федерации, нужно принимать срочные меры по ее повышению. Ну, что бы хотелось вообще сказать. Конечно, находясь на предпоследнем месте среди регионов Российской Федерации и просто объясняться какими-то расчетами и всем остальным, я думаю, перед людьми будет не совсем понятно. Нам серьезно надо думать, как создать такую возможность, чтобы людям существенно поднять заработную плату. Надо учитывать ежегодную инфляцию. И получая около 9 тысяч рублей, конечно, эти люди не будут довольны ни властью, ни нами с вами, депутатами. У нас сегодня есть расчеты, по которым ежегодно мы можем дополнительно собирать 7 миллиардов рублей. Нам, прежде всего, надо ориентироваться на самих себя. Мы уже эти цифры проводили много раз. Только по горючим смазочным материалам при потреблении миллиона 600 тысяч тонн бензина, керосина, дистоплива по отчетам проходит миллион тонн. Где остальные 600 тысяч? Почему с них налоги не забираем? В чем проблема? Откуда берется этот бензин? И много-много таких возможностей. Но никто серьезно эту тему не поднимает и не копает. Владимир Абдуалевич неоднократно эти вопросы ставил. Здесь нужно и контролирующим органам, и всем нам серьезно активизироваться. Вот мы говорили о газовых сетях. Там ни аренду не платят, ни налоги не платят. Предварительные там цифры около 700 миллионов в год мы должны получать от использования кем-то этих газовых сетей. Деньги у нас находятся под ногами. Надо их собрать и направить в нужное русло. Здесь говорили о развитии виноградарства. Немного уделили внимание этой отрасли. И за 4 года увеличили производство винограда в 2 раза. А это сырье, это продовольствие, это все остальное. Это рабочие места, это налоги. И, конечно, этой отрасли надо серьезное внимание уделять. Да, в этом году предусмотрели 100 миллионов рублей. Но этого недостаточно, потому что за счет таких денег виноградарства поднять сложно. Да, есть субсидии федеральные. Есть какое-то внимание со стороны федерального центра. Но нужно развиваться, надо идти дальше. Надо пересмотреть ассортимент. Не сажать только ракостели и технические сорта. Надо заниматься серьезно столовыми сортами винограда. Строить хранилища, холодильники. Цена винограда в сентябре и в ноябре в 4-5 раз повышается. И на рынке продают этот виноград с хорошим товарным видом. Нам нужно переходить на это. Потому что я понимаю, что, в первую очередь, мы должны обеспечить сырьем винзаводы, конячные производства, другие производства. Но, тем не менее, нам нужно думать об экономике. А для этого нужно вкладывать деньги. У предприятий, у хозяйств не хватает этих средств. Поэтому государству надо помогать и уделять достаточного внимания. И вот по ГУПам здесь был разговор. На самом деле, 3 года этот разговор продолжается. И никак мы не можем их реорганизовать. И прежде всего, надо думать не о чиновниках, которые будут эту землю распределять, сидя в Махачкале, а о людях, которые живут и сидят на этой земле и ждут. Пока мы с вами примем решение. Ведь от этого зависит увеличение доходной части бюджета. Это зависит от создания новых рабочих мест и так далее и тому подобное. Поэтому, не имея своих собственных доходов, мы не можем поднять заработную плату, низкооплачиваемую, особенно в сфере образования и здравоохранения. Кроме этого, можно очень много приводить примеров, потому что до принятия бюджета Республики Дагестан, мы часто бывали в школах и в медицинских учреждениях, встречались рядовыми людьми, у которых заработные санитарки, средний медицинский персонал. Они же вообще получают, что они там получают? 9 тысяч рублей, минус подоходный налог, около 7 тысяч, чуть более 7 тысяч рублей. Как можно на 7 тысяч рублей содержать семью, детей и так далее и тому подобное? И еще, если вдобавок ко всему, у него нет мужа. Такие тоже есть. Поэтому нам надо подумать вообще, как перераспределить средства, которые у нас имеются в бюджете. Может, надо от каких-то строек отказаться, от каких-то там решений можно повременить. Эти деньги направить на увеличение заработной платы. Это и есть прямые инвестиции в экономику. Потому что человек, получив деньги, он что-то на них покупает, продукты, питание, одежду и все остальное, и стимулирует развитие этих отраслей. Поэтому надо и Министерству экономики, и правительству в целом посмотреть, подумать. И прежде всего перед нами должен быть человек, потом все остальное. Если чего-то не хватает, они могут подождать. А вот полуголодные дети они ждать не могут. Поэтому в нашей республике, где занимаются спортом, где там и борцов много, и всех много, добрая половина людей – инвалиды. Самая высокая республика по удельному весу, в которой живут инвалиды по состоянию здоровья. Куда это годится? Поэтому есть над чем работать в правительстве и нам вместе с ними. Давайте уделять внимание этим вопросам. Потому что пришло время, когда реально уже надо поднимать какие-то шаги. От чего-то надо отказываться. Лучше собирать налоги. И тогда дело пойдет. Можно на эту тему действительно много говорить, но от слова надо переходить к делу. После завершения сессии депутаты прокомментировали ряд принятых законопроектов. Председатель комитета по законодательству, законности, государственному строительству и местному самоправлению Фикрет Раджабов рассказал о проекте закона о статусе депутата Народного собрания Республики Дагестан. Как вы знаете, депутат, он как представитель народа, обладающий мандатом народного доверия, реализует свои полномочия в соответствии с законом о статусе, занимаясь не только законотворческой деятельностью в парламенте, но вместе с этим он обязан поддерживать связь с избирателями. Поддерживая связь с избирателями, он встречается с избирателями. Эти встречи носят характер собраний, и поскольку они носят такой характер, они подпадают под категорию публичных мероприятий. Федеральный закон предписал, чтобы органы исполнительной власти и органы местного самоправления создали условия для встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания, депутатов законодательных собраний субъектов Российской Федерации, коим является и Народное Собрание, со своими избирателями. В постановлении правительства Республики Дагестан в городе Махачкала определены 6 таких мест. Это три открытые площадки. Это парк Ленинского комсомола, это сквер перед Аварским театром, это парк 50-летия октября. Кроме того, еще определены три закрытые площадки, помещения. Это национальная библиотека, это дом дружбы, это дом поэзии. Собственно говоря, при необходимости встречи с избирателями депутат может подать заявку, если он собирается встречаться с избирателем в закрытом помещении. А также он может подать заявку, если в городе Махачкале он намерен встречаться с избирателем на открытой площадке. Самое главное, что во время встреч с избирателями, значит, не создавались бы помехи движению транспорта, помехи, значит, пешеходам, с тем, чтобы люди могли спокойно пройти к объектам социальной, культурной инфраструктуры, а также к своим жилым домам, если встреча проходит внутри дворовой территории. В муниципальных образованиях Республики Дагестан никаких площадок территории не определено. Это право муниципалитетов самим определять. Но самое главное, депутат не обязан уведомлять органам государственной власти и органам местного самоуправления о намерении встретиться со своими избирателями. Это дело сугубо личное депутата, его избирателем, он вправе встречаться со своими избирателями в любое время. Но он вправе, опять-таки, но не обязан вправе сообщить органам государственной власти органам местного самоуправления, а времени, месте, где он хочет провести встречу с тем, чтобы они могли создать ему необходимые условия. Депутат Народного собрания Республики Дагестан Курбан Габибов рассказал о необходимости реорганизации государственных унитарных предприятий ГУПов. Мне это знакомо не со слов кого-то, а сам с первого же дня, вот уже 25 лет руководя данным хозяйством, я знаю проблемы и ГУПа своего и других ГУПов. Эти проблемы, к сожалению, стали возможными из-за того, что их, вернее, нас никто не слышал и не хотел слушать. Вместо того, чтобы искать конструктивные решения накопившихся проблем, пытаются руководители ГУПов, населения, милиципалитетов поломать, циркулярными какими-то бумагами сверху, изъять то, что, на мой взгляд, принадлежит не им одним, а принадлежит всем нашим предкам. Ибо они создавали то, на чем мы сегодня работаем. Эти хозяйства, эти земли обрабатывались до нас еще, и мы сегодня продолжаем и дальше должны отдавать. Считаю, я об этом говорил сегодня, там несколько вариантов. Надо просто слушать, встречаться с руководителями ГУПов, руководителями, значит, конкретных населенных пунктов, населением в том числе, особенно с населением, потому что сегодня население высказывает неудовлетворенность и работа из самих ГУПов. И с этим тоже надо согласиться. Если бы они все хорошо работали, вряд ли бы эти 28 из 28 ГУПов, которые были первоначально, виноградовско-винодельческие, сегодня осталось 13, и здесь пятеро потенциальные банкроты. Стало быть, есть проблемы и в работе самих ГУПов. Если бы земля попадала тем, кто может и должен обрабатывать, то она приносила бы гораздо больше пользы. По поручению председателя Народного собрания Республики Дагестан в целях проверки готовности детских лагерей к летней кампании, заместитель председателя Комитета Народного собрания по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму Магомед Курбанов посетил ряд оздоровительных учреждений республики. Его сопровождала заместитель министра образования и науки Альбина Арухова. Они ознакомились со степенью готовности лагерей, которые находятся на территории Карабадахкенского района. Это лагеря Аист, Анжемастер, Солнечный берег и Ласточка. А также посетили лагерь Огонек в Кайтакском районе. Каждое лето здесь отдыхают дети со всех уголков Дагестана. В распорядке дня у школьников предусмотрены развлекательные игры, спортивные эстафеты, обучающие мастер-классы, музыкальные вечера, купания в море и многое другое. Гости обошли территории центров, столовые, спальные корпуса, бассейны, библиотеки, осмотрели медицинские пункты. По словам Магомеда Курбанова, в целом по республике ситуация непростая, но данные лагеря готовы принять детей летом. Уважаемые телезрители, на сегодня у меня все. До встречи через неделю.